Эта история с власовской пропагандой по-настоящему встревожила меня. Обычно я не подвержен панике, но в этот раз дело действительно выглядело опасным. Опасность стала очевидной, когда я начал получать письма от наших солдат, в которых все чаще появлялась одна и та же мысль. Мы недооценили русского человека. Он не робот и не унтерменш, как утверждала наша пропаганда. Это благородный народ, угнетенный большевиками. Мы должны дать им национал, социализм и создать русскую национал, социалистическую партию. У русских есть свои национальные идеалы, а далее солдаты пересказывали мысли Власова, Германия никогда не побеждала Россию. И только русские могут победить русских, однако дело не только в Власове. Пример другой фигуры, набиравшей силу и влиятельность, ярко иллюстрирует, как быстро можно взлететь в СССР и как внезапно этот взлет может оборваться. Речь о Викторе Абакумове, человеке, который внушал ужас и трепет, и который оказался в центре интриг, метивших на пост генсека. Его головокружительная карьера обернулась крахом, когда он стал угрозой для Маленкова и маршала Жукова. Родившийся в 1908 году в семье грузчика, Виктор Абакумов вырос в бедности. Сила, унаследованная от отца, помогала ему преодолевать трудности, но в юности, когда он потерял родителей, его жизнь стала еще тяжелее. Голод и нищета преследовали его. Однако большевистское правительство нуждалось в таких людях. В начале 1930-х годов Абакумов, будучи еще молодым комсомольцем, получил место в наркомате торговли, а затем вступил в партию. К 24 годам он уже работал в АКПУ в экономическом отделе Московской области. Его внезапный карьерный взлет был ошеломляющим. Не обладая выдающимися умственными способностями, Абакумов с головой окунулся во власть, быстро привык к уважению и власти, которыми пользовался. Лучшие женщины Москвы искали его расположение, надеясь получить защиту, и Виктор, ставший влиятельной фигурой, не отказывал себе в удовольствиях. Он заводил связи, снимал тайные квартиры для встреч и погружался в мир привилегий и интриг, который вскоре его поглотил. Так Абакумов, как и Власов, стал частью сложной политической игры, где на карту были поставлены жизни, судьбы и будущее всей страны. Похождения активного чекиста начали раздражать руководство. И в 1934 году Виктора отправили в Сибирь работать в оперативном отделе ГУЛАГа. Хотя это выглядело как понижение, начало сталинских репрессий, быстро превратило это назначение в трамплин для карьеры. Сын грузчика оказался в своей стихии, он любил допросы, и его сила пригодилась для грубых методов ведения следствия, таких как выбивание зубов. Абакумов мастерски добивался признаний даже от самых непреклонных арестованных. Увлечение борьбой в юности сделало его настоящим мастером физического давления, которые он активно использовал в качестве следователя НКВД. Те, кто попадал в его руки, быстро ломались, и уже в 1938 году его эффективность заметил Берия. Он поставил Абакумова на должность главы НКВД Ростовской области. А к 1941 году сделал его заместителем по контрразведке. Тогда Виктор встретился со Сталиным, что открыло ему новые перспективы. В 1943 году Сталин назначил Абакумова начальником управления контрразведки СМЕРШ. Получив ранг, приравненный к наркому, Абакумов оказался в прямом подчинении у Сталина, что позволило ему проявить свою лояльность и важность для вождя. СМЕРШ стал одной из самых эффективных структур советской контрразведки. Под его руководством было нейтрализовано почти 10 тысяч немецких шпионов и диверсантов, а тысячи предателей Родины пойманы и наказаны. В 1945 году Виктор Абакумов получил звание генерал-полковника. Подчиненные боялись его жесткого характера, но, как ни странно, многие его уважали и даже любили. Леонид Брежнев писал о нем, Абакумов был грубым, но его любили. Это происходило потому, что он, несмотря на свою суровость, заботился о сотрудниках. Когда после войны в СССР были привезены огромные трофеи, Абакумов поделил это имущество среди своих людей. Даже секретарши получили предметы роскоши, такие как чулки. При обыске в его квартире следователи позже нашли много немецкого серебра. После войны в СССР царил дух победы, но вместе с ним из Европы проникли идеи свободы и западные ценности, привнесенные вернувшимися солдатами и офицерами. Сталину было необходимо вернуть контроль над элитами, и для этого ему пригодились способности Абакумова. В 1946 году Абакумов сместил более мягкого генерала Меркулова и стал министром госбезопасности. Сталин поручил ему новое масштабное задание – находить врагов народа, проводить аресты и вести следствие. Став министром МГБ, Абакумов почувствовал свою власть и стал верить в свою безнаказанность. Он говорил с высокопоставленными чиновниками и генералами, которые пытались заступиться за друзей, я никого не знаю. Моя фамилия – Абакумов. Он учил подчиненных применять жесткие методы допросов – возьмите двух следователей покрепче, побейте его дубинками. И пусть расскажет все. Абакумов добросовестно выполнил волю Сталина. В стране был подавлен дух свободы. Были арестованы маршалы авиации Новиков, Худяков, Ворожейкин, а также 38 генералов советской армии. Он подготовил арест Анны Ахматовой и разоблачил многие религиозные секты. Власть снова окутал страх. Однако сам Абакумов начал переоценивать свои силы. Он оттеснил Берию и начал копать под маршала Жукова. Под его контролем фабриковались допросы офицеров с целью выйти на арест самого маршала. Абакумов даже обратился к Сталину с просьбой санкционировать арест Жукова, что стало началом конца его карьеры. Понравилось видео? Не стесняйтесь ставить лайк и делиться своим мнением в комментариях. Не забывайте, что эти простые действия влияют на развитие канала. Спасибо за внимание и всего доброго. Продолжение следует...